Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Раньше я думал, что это нормально, но теперь я чувствую настоящий дискомфорт, когда остаюсь наедине с отцом. Близкого общения у нас никогда не было, в детстве он молодым интересовался, и общение было поверхностным. Дело в том, что в моей семье не было любви, а точнее она была скорее всего, но никто никому не показывал. Я больше видел негативных эмоций, вообще в семье не было равенства, а отец считался выше. Я поняла, что испытываю дискомфорт, когда наедине с ним он меня не знает настоящего. В последнее время я стараюсь быть слабой, и общение становится более легким. Но иногда у меня бывают какие-то сбои, и в такие дни я стараюсь становиться неуверенным в себе, сразу чувствую все комплексы, над которыми я работаю много времени. И в такие дни во время общения с отцом чувствую себя неловко, и наши отношения с ним какие-то пустые и поверхностные. Потом я виню себя за это. Точно такие же отношения у меня сложились с родными братьями. Дело в том, что меня окружают люди с таких взглядов, которые твердят, что с братьями надо общаться. Дело в том, что я не одна отвечаю за общение с людьми, поэтому не могу управлять всем этим. Меня почему-то ждут всегда взаимности. Я не понимаю, как мне быть. Отец не согласен со мной, так мало общается, не интересуется. В остальном он старается мне помогать финансово. Желать мне только счастья, я это понимаю, но не могу перестаться завинить за малые повестки на общение с ним. Как убрать дискомфорт во время общения, тоже не знаю, как это можно наладить у меня в голове, так как это очень мешает наслаждаться жизнью. Ну, конечно, не знаю вашу историю, да, и не знаю всех тонкостей. Вот, не расспросив вас, не поговорить с вами, вся эта ситуация выглядит весьма и весьма поверхностно, и, я бы сказал, несколько искусственно упрощенно. Потому что, ну, совершенно очевидно, что есть вещи, которые вас беспокоят, да, есть вещи, которые вас волнуют, есть вещи, которые вот требуют как бы своего внимания, а вы просто вот, ну, не знаю, полагайте, что вот мы сейчас дадим вот какой-то волшебный рецепт, который вам поможет, наверное, сразу все наладить. Ну, на самом деле, нет, не дадим, потому что это путь, это личностный рост, это ваше собственное развитие и так далее. Вот, конечно, а в первую очередь, вот, что важно, на мой взгляд, по-настоящему, это то, что вы говорите про определенный дискомфорт, про то, что вы говорите про какую-то вот проблематику, да, про то, что вот, блин, ну, в принципе, вас волнует, вас беспокоит, вас тревожит. И мне кажется, что, конечно, начинать, ну, начинать нужно, наверное, именно с этого. То, что вы называете своими комплексами. То есть вот то, что вы называете своими комплексами, вот с этим, наверное, в первую очередь и нужно работать. Я бы сказал, по крайней мере, я бы сказал, по крайней мере, так. Надо просто как-то, как бы, я вижу это, по крайней мере, вот в таком ключе. Чувство вины – это, ну, вот то, что вы описываете, очень похоже на какой-то долг. То есть как будто бы вы чувствуете, что должны своему отцу, чувствуете, что вы ему обязаны. Вот это, наверное, первое, что, ну, вообще, вот так вот достаточно сильно бросается в глаза. То есть в первую очередь я бы поработал с чувством вины. Второе, на что я бы обратил ваше внимание, это то, что вот вы говорите, что он нам помогает, вы говорите, что он для вас что-то делает, и как вот, судя по тому, что вы описываете, да, вот, ну, выглядит все так, как будто вы, в принципе, ему, ну, благодарны за то, что он делает. Так вот, в принципе, можно и нужно, наверное, действовать из этой самой благодарности. То есть можно и нужно делать и вести себя из благодарности, а не из вины и долга, как вы это, судя по всему, делаете сейчас. То есть отследить и найти в себе вот именно те места, где вы чувствуете благодарность к своему отцу и позволить этой благодарности проявиться. Позволить этой благодарности проявиться так, как вам комфортно. Позволить этой благодарности проявиться так, как вам удобно. Понимаете, да? То есть не из вины действовать, как вот сейчас вот вы делаете, не из вины действовать, а действовать именно из вот этого чувства благодарности. Потому что, ну, вы могли бы, в принципе, как мне кажется, ее не испытывать вообще. Вот. А раз вы ее испытываете, ну, пусть она будет, это прекрасно, это здорово, что она у вас есть. Вот. Я имею в виду благодарность, что у вас есть. Это прекрасно. Вот. Вам нужно позволить ей быть страшной. А чувство вины – это, вероятно, некая злость, некая обида на отца. Вот. Что вы себе блокируете, что вы не позволяете себе и, соответственно, вот, не позволяя, да, и блокируя, это вот проявляется вот в ощущении вины. Вот. Вы говорите о комплексах, над которыми вы много работаете. Тоже хотелось бы, хотелось бы узнать, что это за комплексы и как вы именно над ними работаете. Вот. Ну, например, из того, что вы описываете, я бы сказал, что так вот на скидку, да, не совсем понятно, как именно вы над ними работаете. То есть вы, ну, обращались к психологу, например, вы обращались к… Вы работаете сейчас с психологом, да, вот, ну, с психотерапией. Проходите ли вы психотерапию или нет? Вот. То есть это вот… Как-то несколько здесь этот вопрос не ясен. Вот. Поэтому… Вот. Хотелось бы, конечно, какую-то информацию от вас по этому моменту. Хотелось бы, конечно, какую-то вашей, ну, обратной связи по данному вопросу. Вот. Прямо-прямо-прямо. Это все-таки довольно важный аспект, на который имеет смысл обратить вам ваше внимание. Вот. А с дискомфортом и с чувством долга, с чувством вины, которая у вас есть, мне кажется, нужно поработать, посмотреть, что там еще есть за чувства. Вот. Вы говорите, что мне все время твердят, что нужно общаться с братьями, что общением вы не управляете. Это, мне кажется, объект под ответственностью. Вы управляете абсолютно всем, что происходит в вашей жизни. Вы можете разве что бояться и как-то не принимать это. Да, вы можете это безусловно делать, но в целом это зависит, ну, целиком и полностью от вас. Вот. И то, что вы, вот, в какой-то степени отказываетесь, например, от, ну, вот, данной истории, то, что вы отказываетесь, например, от данных аспектов, мне кажется, это показатель того, что вы боитесь брать ответственность на себя. Вот. Это, конечно же, не обвинение, но в целом это, вот, как я надеюсь, ну, как я надеюсь, это повод для вас задумать, подумать о том, насколько вы, ну, насколько вы, допустим, насколько вы честны с собой, да, потому что если вы с собой не честны, к примеру, то вот у нас, ну, у нас, ну, могут быть довольно серьезные трудности, довольно серьезные проблемы тогда. Потому что вы себя, ну, вот, в какой-то степени, да, будете обманывать и ничего хорошего, в принципе, из этого не получится. Вот. Понимаете, да? Поэтому здесь вот, пожалуйста, постарайтесь обратить внимание на этот момент. Дальше. Вы пишете, что раньше думали, что это нормально, теперь чувствуете настоящий дискомфорт, когда ставьте на дне холла. Ну, вот, что-то изменилось, да, то есть раньше вы и думали, что это нормально, теперь вы думаете иначе. Вот, соответственно, что изменилось, вот, почему вы начали думать по-другому, вот, что-то, что-то, вероятно, произошло. Поэтому давайте постараемся найти, вот, собственно, то, что изменилось. Вот, потому что, ну, совершенно очевидно ведь, что, что-то изменилось, совершенно очевидно ведь, что, что-то другое появилось, как-то изменилось ваше восприятие, да. И папы, наверное, по-другому вы стали воспринимать, и себя, возможно, вы тоже стали по-другому воспринимать, то есть что-то вот, что-то вот случилось, что-то изменилось. Это вот, на мой взгляд, очень важно увидеть и прочувствовать, что изменилось. Возможно, вы, это всего лишь предположение, да, как бы, но, возможно, всего лишь возможно, я не говорю, что это прямо, вот, правда, но вполне возможно, что в какой-то момент вы увидели, что теперь вы должны сформаться больше. То есть, вот, вы прямо начали требовать от себя больше, чем, ну, чем, например, требовали до, условно говоря. Вот, и, на мой взгляд, это очень важный аспект, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот, понимаете, какая штука здесь. Это важно, это важно, очень важно. Очень важный момент. Дальше. Близкого общения у нас никогда не было. Ну, то есть, если человек не способен на близкое общение, да, вот как ваш папа, например, не способен на близкое общение с вами, то, соответственно, откуда этот навык у вас? У вас возьмется, естественно, что его, скорее всего, ну, не будет. Это нормальная история, что у вас его нет. Вы просто, вероятно, не умеете выстраивать эти самые близкие отношения, вот, по причине того, что вам сложно раскрываться, вам сложно быть собой. Ну, вы, в принципе, сами об этом говорите, поэтому я не думаю, что здесь я вам открываю какую-то Америку, вот. Ну, просто как-то хотелось бы, наверное, обратить ваше внимание, да. Тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что близкие отношения выстраивать вы не умеете, все же, вы как будто бы требуете от себя это делать. То есть, как будто вы требуете от себя выстраивать эти самые отношения, даже если вы, в принципе, не умеете этого делать, вот. Поэтому вот тут такой аспект, достаточно важный, вот, почему-то вы требуете от себя того, что, ну, не умеете, не знаете как. Почему-то вы считаете, что вы должны это делать? То есть, как бы, какое-то здесь идет на уровне, вот, на уровне метакоммуникации, да. То есть, что такое, ну, что такое уровень метакоммуникации? Уровень метакоммуникации – это когда то, как вы взаимодействуете с своим отцом, например, то, как вы взаимодействуете. Вербально. Отличается от того, как вы с ним взаимодействуете невербально. Вот. Тут вот, как бы, такие, получается, достаточно серьёзные различия. И эти различия, они не всегда замечаются. Они не всегда приятны. И они, в общем-то, могут вызывать тревогу. Вот. Ну, например, 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 тревогу может вызывать банальная история о том, что на каком-то вот таком мета-уровне, да, на мета-уровне, ваш отец требует от вас, там, условно говоря, ну, того, чтобы вы вот с ним общались или требует, ну, считать, что вы ему должны что-то. Вот. А может быть, может быть, это следствие недоговорённости, то есть неискренних дел. От того, что вот вы, ну, как бы, неискренних. Вот. И о своих искренних чувствах не говорите. Хотя, 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 это как бы вот, ну, висит, это, ну, условно говоря, висит в воздухе, да, как, как бы, ну, вот. Ну, это вот, по большому счёту никак, никак вот не обсуждается, никак, никак не проковаривается. Вот. Хотя, аспект это очень важный. Безусловно, ну, безусловно, да. Вот. То есть, тут вот нужно обратить внимание, как мне кажется на данную историю, на данный момент. Обязательно. Вот. То есть, вы соцом чувствуете, что вы ему чего-то должны иметь. Вот. Ну, вы ощущаете, да, что вы ему, там, чего-то должны, вы ему что-то должны. Что-то вы обязаны ему. Вот. Не очень понимаете что, не очень понимаете почему, но вот ощущение, что вы должны ему есть. Ну, и тут вот важно этот момент поисследовать, важно этот момент поизучать, важно этот момент, посмотреть, как вы сами ощущаете его, как вы сами его чувствуете, и соответственно уже решить, а что же вы, да, вот, ну, например, 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 а какая вы? Какая вы, когда, вот вы остаетесь, допустим, наедине, вот какая вы, в этот момент, когда вы с ним наедине, какая вы? Вот это очень, очень важный, как мне, опять же, видится аспект, вот. Почему? Потому что, не отдавая себя счет в том, какая вы, вы не понимаете, что с вами происходит, и не можете как-то к этому отнестись. А при этом, ну, переживание, да, оно при этом остается, вот, все равно, как бы, ну, никуда не девается, никогда не уходит, к сожалению. Вот, поэтому, ну, ваши переживания и ваши чувства в данном случае, ну, более чем можно понять, более чем можно понять, что вы действительно испытываете стресс. Потому что, ну, что делать, как бы, да, да, вот, что-то чувствует, я чувствую вину, а вот, что делать, вообще, не понимаю. Вот, поэтому тут ситуация, конечно, ну, вот, она не самая приятная, мягко говоря. Вот, поэтому я бы, я бы, я бы, я бы обратил бы ваше внимание именно на данный аспект. Вот, ну, вот, в первую очередь, потому что дискомпорт, он, вот, дискомпорт и вина, это, условно говоря, ну, нарушение ваших личных границ. Дальше, эм, так, близкого общения не было, в детстве на 8 часов, в общении, честно, было поверхностно, вот, это обида. Это такая, эм, совершенно естественная, совершенно нормальная, кстати, кстати говоря, абсолютно нормальная обида. Вот, потому что пацан ждет какого-то участия в своей жизни, участия никакого в своей жизни нет, и, как это, это обижает, это нормально, нормально все обижает, вот. А, совершенно нормально, вам это, вот, не нравится, совершенно нормально, что вас это, ну, то есть, вы себе, вроде, как это объясняете, вы можете себе это объяснить, вот. Ну, так тут, вот, нужно понимать, что, в общем и целом, объяснения, они не всегда, во-первых, полезны, во-вторых, они не всегда дают того, что, ну, того, что человек хочет, на встречу, как бы, вы, вот, собственно, как бы, ну, благодаря, или благодаря, или по причине объяснений, ну, вот, вы просто уходите от реальных своих переживаний, ведь, например, то, что вы говорите сейчас, да, про свой вас, а это ведь про то, что, ну, вас беспокоит, вас волнует эта история, вот, и, вероятно, вам неприятно, а то, что вам неприятно, вы пытаетесь себе как-то, вот, подавить, вы их себе это пытаетесь подавить, у вас это получается постольку, поскольку, что, что нормально, нормально, в принципе, вот, но в итоге остается вот такая, вот, тревожность такая вот, нервозность остается, потому что, есть недовольство, вот, я так и подозреваю, что недовольство касается не только отца, но и недовольство касается, там, например, там, например, и братьев ваших общения, с, ну, как бы, с ними собрать, вот, все это, в принципе, вы имеете место быть, ну, вот, а, но вы это, это в себе, вот, блокируете, вы это в себе подавляете, вот, и, соответственно, соответственно, возникает противоречие, вот, которое и выращается в вашем состоянии, возможно, 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 я не знаю, как, как это, вот, наверняка, наверняка я говорить не хотел, вот, потому что, ну, мне кажется, что тут нужно более, ну, более подробно разбирать, разбирать ситуацию, вот, вот, и, соответственно, вам кажется, знает, знает об этом, знает о том, что вы не хотите, не хотите, и, соответственно, вам кажется, что он вас обвиняет, вот, вот, за, ну, вот, за ваше нежелание такое, ну, общаться там, может быть, вот, 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 и вы себя, вот, на опережение, вы себя вполне, вы, му, 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 вполне можете, вот, себя на опережение как-то обвиняете, вот, то есть этого еще не произошло, вы себя уже вините, вот, понимаете, да? Дальше. Дело в том, что в моей семье не было любви, точнее она была, но никто никому не показывал, я больше видел негативных эмоций, ну, вот, если, как бы, про позитивные чувства, да, говорить, ну, вот, не совсем, не совсем принято, вот. Ну, вот, то есть, если я чувствую, например, благодарность к своему отцу, если я чувствую любовь к своему отцу, то, вот, я должна это скрывать. Скорее всего. Скорее всего, примерно в таком ключе вы, как мне кажется, думаете и в таком ключе, ну, как бы, действует, действует. Стесняется, может быть, стыдяется, может быть, своих чувств, своих эмоций, своих переживаний, вот. Ну, это то, с чем нужно работать, то есть, как бы, это не плохо, не хорошо, это просто то, с чем нужно работать, то, на что вам, вот, нужно, там, условно говоря, обращать свое внимание и то, что может, в принципе, стать, ну, вот, предметом психотерапии. Вот. Понимаете, да? Дальше. Идем. Значит, далее. В семье не было равенства. Отец считался выше. Ну, во-первых, тут важный момент, кем он считался выше. То есть, ну, он, он, конечно, может, считался выше, да? Ну, правда, вот, но кем он считался выше? Ну, не очень понятно. То есть, если, если вашей мамой, например, если вашей мамой считался выше, это другое, это другое. И, соответственно, ну, здесь, мне кажется, вы берете за основу че... своего, за основу своей позиции, вы берете, ну, чужий взгляд. То есть, ну, грубо говоря, вот, взгляды, там, вашей мамы, например, по-четам, которые, ээээ... считали его выше. А вы там, как считаете? Ну, вы, например, вот, сказали, что не было аэээ... не было ра... 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 равенства. Да? То есть, вы, например, Например, щипяете, очевидно, что такая позиция, она про неравенство. Вы щипяете, так, хорошо, давайте, эээ, тогда постараемся это раскрыть, вот, попытаемся это раскрыть, что получится в таком случае, понимаете, да, то есть это, эээ, я сейчас апеллирую, апеллирую к вашей точке зрения, к вашей позиции, к вам помой, да, ну, по-моему, 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 все довольно логично, пока, да, надеюсь, что, ну, вы как-то вот с этим, ну, согласитесь, вот, если, условно говоря, если не полно, ну, если не полностью, да, то, хотя бы в чем-то, да, в чем-то согласитесь. Дальше. Так, эээ, я понимаю, что вы испытываете сработка на днях снимок, у меня не надо настоящего. Вам почему-то важно, чтобы он видел нас настоящего, ну, не то, чтобы это было вообще не важно, да, как-то, не то, чтобы что это было вообще не было. Но хотелось бы отчинить, а почему, чем, 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 чем для вас так важно, что вы на вас настоящие, вот. А какая вы настоящая, вот вы упомянули, ааа, свои вот комплексы, вот, а какая, какая вы настоящая, настоящая вы, это какая, какая, это кто, да, как бы, то есть это вот те аспекты, ну, на которые вам тоже нужно обратить свое, свое внимание, да, вот, потому что не знаю, какая вы настоящая, а вы вряд ли сможете донести это до другого человека, что вполне, кстати говоря, логично, вот, вполне адекватно. Дальше идем. Так, эээ, в последнее время я стараюсь быть, эээ, с собой, и общение стараюсь быть более легким. Вот, эээ, у меня, эээ, такое вот ощущение, да, эээ, сложилось, я вот, конечно, не знаю, но у меня сложилось эээ, такое впечатление, что вы, эээ, как будто бы, знаете, вот, для него, для своего, эээ, папы, эээ, пытаетесь, ээээ, собой быть, не для, ээээ, себя, да, не для суда, а для него, как будто бы, вот, ну, я рад был, я рад был бы ошибаться, да, но выглядит это вот, эээ, пока, ну, вот таким образом, вот, 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 как бы, эээ, как бы, ээээ, хорошо, хорошо если, хорошо если, это не так, вот, супер, супер, если это не, если это не так, но пока это выглядит, 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 ээээ, к сожалению, ну, вот, эээ, таким образом, больше, как будто бы вы не для себя, для него, как будто бы вы, эээ, вот над собой, как вы упомянули, работаете, опять же, не для себя, а для него, вот, ну, если это так, то, меня не удивлён, что у вас, вот, как раз, ээээ, не получается, или получается, но не всегда получается, вот, я не удивлён в таком случае, потому что, а, изначально, эээ, изначально, вы это делаете, ну, как бы, эээ, для папы, и, вот, эээ, ну, может быть, потому что, что, эээ, считается, там, что вы ему, ну, что вы ему должны, и так далее, как бы, то есть, ну, эээ, просто, если это так, да, то, ничего хорошего, как бы, ничего, ничего хорошего, эээ, из этого, ээээ, ну, как бы, мне кажется, не получится, ну, в принципе, вот, поэтому тут решать, ээээ, решать, конечно, вам решать, решать, вот, ну, подумайте немножко в этом направлении. Вы, вот это вот, ээээ, ну, вот это вот всё делаете для, для кого? Да, как, вот это всё делаете там, для, для, ээээ, себя или для отца всё-таки? Вот, это, на мой, ну, на мой, ээээ, скромный, ээээ, взгляд, это очень важно. Дальше. Ээээ, да, у меня бывают сбои, какие-то, может, это гормоны, в таком месте становлюсь неверными в себе, сразу чувствуются комплексы, на которых мы работаем много времени. Ну, давайте этот момент, ээээ, тоже, эээ, ну, как-то вот немножко, да, по, эээ, поподробнее постараемся вот раскопнуть. Вот, потому что, всё-таки, 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 ээээ, всё-таки, это зависит от вас. То есть, эээ, ну, может быть у вас, конечно, эээ, гармония, может быть у вас гармония, но я лично думаю, что, эээ, в таком, эээ, случае вам надо бы, ну, обратиться, к врачу и, соответственно, ээээ, там, ээээ, с его помощью, да, эээ, свои гармоны, значит, немножко так, упорядочить. Вот. А, поскольку вы этого не сделали, вот, и, поскольку, скорее всего, скорее всего, где-то вот, ну, где-то вот в глубине души вы понимаете, что не совсем, не совсем, не совсем это про, про, ну, не совсем это про гармоны, вот, вот. Ээээ, то, вероятно, ну, причина, причина, несколько, несколько, вот, в другом. Ну, вы, опять же, пытаетесь это объяснить, здесь все, но начинать это, на мой взгляд, не надо. Зачем? Вот. Так что тут, какая вот эта сторона. Дальше. Так, ооо, значит, что происходит, да, то есть, что особо конкретно дает, эээ, вот, узнать, вот, в лице этих комплексов. Такие дни во время общения способствует себя неловко наше отношение с Никитой Ксибарем. Ну, вот, опять же, про неловко нужно говорить. Ну, вот, такое ощущение, что вы здесь, эээ, требуете от себя, эээ, быть, ээээ, кемпе. То есть, вы, ээээ, ну, у меня возникает такое ощущение, что вы требуете от себя, ну, быть, кем-то другим, да, вот, не, эээ, ну, вот, не совсем, эээ, той, вот, и кем вы, может быть, являетесь, вы требуете от себя этого, но, ээээ, не получается, например, например, например. Вот, и, соответственно, это, ну, это нормально. Эээ, дальше, потом я винился бы за это. Почему? То есть, такие же отношения с вашими странными братьями, должны мне окружать люди такие взгляды, которые сейчас с братьями надо общаться. Как думаете вы? Дело в том, что я не одна отвечаю за общение с людьми, а кто? Поэтому не могу управлять всем этим. Вы можете отвечать за себя. Я почему-то жду всегда веемости, естественно, я говорю, это нормально. Это нормально, то, что вы ждёте веемости, эээ, вот. Вопрос, эээ, ну, на мой взгляд, да, вопрос, 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 он немножко в другом. Эээ, вопрос, на мой взгляд, немножко в другом, он, ээ, больше про то, как вы об этой, ну, об этой, вот, эээ, воемности вообще, вообще говорите, да? Вот. Как вы вообще об этой воемности, ну, как вообще люди, эээ, могут знать, что вы хотите воемности? Мне кажется, что, эээ, вы, по большому счёту, наверное, скрываете, что вам вот хочется, ну, воемиться. Вот. Я так, по крайней мере, думаю, вот, так вот, ну, как, как бы, предполагаю, что вы, вот, ну, не показываете этого. Вот. То есть вы же, вы же, то есть вы ждёте-ждёте, но, эээ, говорить об этом как? А говорить об этом, скорее всего, никак. Вот. А говорить об этом, ну, в общем, в общем-то, в общем-то, надо. Вот. Если, по крайней мере, вас это, вот, как-то, как-то, ну, волнует, успокоит и так далее. Понимаете, да? Вот. Поэтому тут не всё. Так. То есть то, что вы, эээ, хотите воемности, как бы, супер. Вот. Хотите воемности, замечательно. Вот. Как вы, эээ, об этом, эээ, ставите людей, эээ, ну, известно. Вот. И ещё один, эээ, немаловажный вопрос, заключается в том, а, собственно, что, вот, вам не хватает, да? О чём конкретно речь, когда, когда вы говорите про, например, веймингс? Вот. То, что конкретно вас, ну, волнует вам? Вот. Это, на мой взгляд, достаточно важный момент. Дальше идём. Так, эээ, так, эээ, я не понимаю, как мне быть, как быть, чтобы что? Ну, здесь, эээ, не согласны, общаются, не интересуются, в основном, стараются мне помогать. Ну, эээ, здесь аспект такой. Вы, эээ. Вы, эээ, рационализируете. А, вот. Ну, во-первых. Вы, эээ, вы, эээ, вы рационализируете. что у вас есть какие-то обиды на отца, вы пытаетесь сказать, что нет, что я ничего не чувствую, и что вообще пытаетесь его как-то оправдать по большому счету, вы можете это делать, вы хорошая дочка, но правда в том, что если у вас что-то болит, то от этого, ну так вот, так просто от этого не уйти, так просто от этого не сдать, вот, поэтому лучше перестаньте себя обманывать в том, что у вас такой хороший папа, да, и признайте, признайте, что у вас есть какие-то вот, ну, не очень, не очень приятные чувства к ним, вот, и то у вас есть, вот, скажем так, некоторые претензии, да, может быть, может быть даже претензии к ним, вот, и признайте себе, ну, в том, что вот, что-то хочется, хотелось бы, по крайней мере, что-то ему, вот, выразить, вот, что-то ему сказать, вот, это абсолютно нормально, это если вы, здравствуйте, а так вы пытаетесь, как бы, быть другой, ну, пытаетесь роль играть, например, а это уже не совсем вы, вот, и получается там даже некоторое противоречие, вот, некоторая дихотомия. Дальше, так, желательно счет, я это понимаю, но не могу представить, что тебя видит, а мама, не надо сообщения, ну, вот, с этим нужно поработать, что-то нужно поискорбоваться, вот, ну, более, более просто, ну, более, более конкретно, об этом нужно поговорить, потому что сейчас вы, ну, на мой взгляд, просто сами себя, вот, ну, пытаетесь обмануть, вот, и, ну, естественно, вам не легко, естественно, вам тяжело, вот, это, в принципе, предельно здесь понятно, вот. Другой вопрос, что вы будете с этим делать, как бы, да, как бы, да, то есть, ну, как вы будете, как вы будете дальше обращаться с твоими чувствами, так есть, которые у вас есть. Сейчас. Да? Дальше. Так, значит, как у братьевых пот во время общения с ним тоже, не знаю, ну, психотерапия, Александр, как с этим, как с этим можно наладить у меня в голову? Ответ тоже. Ответ тоже. Психотерапия. Да? Вам поможет здесь вопрос, кто вам? Хотите ли вы этим заниматься? Вот какой вопрос. Знаете, штука в чём? Вот. Если, если хотите, мы вам в этом поможем. Вот. Если хотите, мы вам в этом поможем. А если вы так вот просто зарисуетесь, ну, вот сейчас этой ситуации в целом, или думаете, вот, что, ну, что есть какой-то быстрый, лёгкий, вот, способ, то нет, его, к сожалению, нет. Вы так, ну, вы привыкли жить таким образом, вы привыкли жить таким способом. Я думаю, что быстро вы не поменяетесь. Вот. И опять же, ваш вопрос, ваш вопрос сейчас, он состоит больше про отца, понимаете? То есть, заметьте, понимаете, вы, как будто вы хотите всё это сделать для своего папы. Вот. А делать это нужно для себя, для себя вообще. Потому что вам жить. Вот. А вы пока это пытаетесь для папы делать. Вот. Типа, что, ну, я ему, вот, должна. Ну, видимо. Видимо. Вот. Ну, как бы, как бы нет. Вот. Вы ему не должны. Точнее, должны вы ему, а, только то, что вам, вот, самой хочется. Вот. Вот. Должны вы ему только то, что вам, а, что у вас, а, у самой, а, ну, много, да, в избытке. Вот. А если чего-то у вас не в избытке, или если вы, ах, не хотите, вот, чего-то, ну, не надо, а, тогда. То есть, ну, ну, честно, вот, тогда говорить нет. Вот. Вот. Но это тоже очень, а, важно. Умение и важная функция. Вот. Понимаете? Понимаете? Ну, о чем я говорю? Дальше, а, это очень важно с вас обсуждать. Вот, а, тоже довольно интересный интересный, а, момент. Как? Как вам это мешает наслаждаться жизнью, и чем именно вам это мешает наслаждаться жизнью? Вот. Как бы это, а, не было, а, иллюзией такой, что, вот, что-то мне мешает, там, наслаждаться жизнью. Вот. Вот. Мой опыт и, а, практика, они говорят, а, следующее, что, а, если, если, а, человеку, а, что-то мешает наслаждаться жизнью, вот, то, а, скорее всего, а, человек не очень, а, а, не серьезно не очень, а, в моей жизни, и었어요. Вот. Ну, не поглаза, как раз только. Поэтому я, конечно, а, я, конечно, не знаю, вот, Но мне кажется, ну вот мне кажется, что вам бы вот на это в первую очередь, да, обратить своё внимание. Вот то, что я бы вам бы, ну вот здесь, сказал, понимаете, да, то есть что конкретно, чему, точнее, конкретно, мешает, ну это ваше, вот, понимаете, понимаете, да, обратите им, пожалуйста, на это своё внимание. Вот. Собственно, на этом я думаю, можно было бы закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную, за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!